Ради проекта на время тренировок Лена переехала из Петербурга в Москву. По выходным она навещает детей. Пожелаем ей удачи и чтобы эта жертва не была напрасна. Просто так, неожиданно пришел закат. Ласкова ноченька, приплыла хомстову берега. Шелку ранила, что не так, и зачем я так хочу бежать. Голдови, молодочка, ты плыви, плыви, больно мне помнить. Я хочу лететь, чтобы высоко и вниз не смотреть. И за руку тебя, милой мой, заберу я с собой. Ты оставил мне след, по которому я буду лететь. И за руку тебя, мой родной, заберу я с собой. Посмотри на небо и смотри. Почему с любовью не спорю? Прости, кого-то напомнить. Почему с любовью не спорю? Я хочу лететь, чтобы высоко и вниз не смотреть. И за руку тебя, милой мой, заберу я с собой. Ты оставил мне след, по которому я буду лететь. И за руку тебя, мой родной, заберу я с собой. Ты оставил мне след, по которому я буду лететь. И за руку тебя, мой родной, заберу я с собой. Очень жалко. Не получился заход с полпируэтом в руки партнера. Поторопились ребята. И Лене не хватило высоты. Роман, конечно, как мог, смягчил ее падение. Очень досадно. Лена! 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 Со второго раза получилось. Правда, не совсем идеально. Лена наклонила корпус, и ее было сложно поймать в вертикальном положении, но все равно молодцы. У нас все по-настоящему, он там все за правду. Вот я сейчас смотрел их выступление, вспоминал эти знаменитые выбросы и поддержки, которыми пара Бережная и Сихар-Лидзе славилась на льду. Просто вот прямо видел их выступление на Олимпиаде. И очень расстрелся, что в конце так. Я в коньках выше просто. Я всегда говорю своим детям, когда они начинают ныть, там что-то у них не получается, что-то они боятся, я говорю, давай фигурное катание, вот Бережная, вот видишь, как он ее как швырнет метров на пять, а она может приземлиться на головушку. Вот это спор. А у вас это детский сад, по сравнению с этим. И вот сейчас, когда она все это делала, я подумала, что она могла бы сделать все полегче, и было бы все здорово. Нет, не хочет полегче, хочет так, как и там. Хочет тоже, чтобы ее швыряли, чтобы она рисковала. Это уже адреналин. Это уже в природе, и от этого никуда не денешься. Это называется преодолеть себя. Я очень уважаю, мне нравится она. И вот этот элемент последний, который она не сделала, я думаю, что это дело времени. Это дело не техники, а дело времени, потому что так как она тренировалась, и все-таки это фигурное катание, это совершенно другое, потому что там, видите, она ножки должна тянуть, стопочки тянуть, а так она сидит в ботинках, на коньках. И вот это вот у нее все не тянется никогда, наоборот, все нужно делать вот так, а здесь нужно делать вот так. И она большой путь проделала, я ей поставлю 10 баллов. Вы знаете, я смотрела номер с таким удовольствием, и даже у меня никаких не было сомнений о том, что 10 баллов будет. И вот когда они ошиблись, я сразу вспомнила, как я очень часто говорила своим подопечным в сборной команде, что никогда до последнего момента, вот пока вы не закончили упражнение, не думайте, что уже все, все выполнено. Потому что вот как только вы расслабились, так вас что-то и подкузмило. И думаю, я думаю, что это прекрасно знает и Лена, поскольку она олимпийская чемпионка, но на мгновение она это забыла. И то, что все-таки они повторили, это очень здорово. Молодец. 10 баллов. Владимир Винокур. Ну, уже две дорогие десятки получены. А теперь, Владимир Натанович, давайте от нас 10. Я считаю, что Роману повезло, что Лена не на коньках. Вот. Особенно в последнем элементе. Но меня не смутило вот то, что у ребят не получился один элемент, и то, что они повторяли. Неважно. Вот. Я получил огромное эстетическое удовольствие. Это здорово. И это 10. Вы знаете, у меня всеми замирало честное сердце, потому что на мой непрофессиональный взгляд это было одно из самых сложных выступлений, самым сложным набором элементов. Это конечно. Мне так кажется. Спасибо. И конечно, 10 баллов. Спасибо. Сорок!